Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. Мы продолжаем данный очень важный сафировый плейлист. И действительно, этот урок очень важный вообще в рамках данного плейлиста. Но хочу даже сказать, что действительно вы очень талантливые, трудолюбивые, умные. Друзья мои, действительно, это просто здорово, когда вы так вот занимаетесь, находите время, несмотря на свою мега занятость. Это круто. И в частности, видите комментарии, тот самый момент, когда следующее видео уже есть. Но оно еще недоступно. Лакомый кусочек прямо. Видите, справился. Кажется, можно поспать. Уверен, что проснусь. И опять выйдет урок А4, но я не отстану, друзья мои. Сафирую очень классный плейлист. Друзья мои, действительно, плейлист супер. Супер, друзья мои. Но хочу сказать, что вы не волнуйтесь. Каждый занимается в своем темпе. Даже если кто потом будет проходить. Это не важно, друзья мои. Моя задача просто выложить курс. А вы занимаетесь как вам удобно. Но в любом случае, конечно, уроки усложняются. Но мы же идем к намеченной цели. Поэтому, конечно, может потребоваться больше времени далее на последующие уроки. Это нормально. Так что не унывайте. Друзья мои, мы полны оптимизма. Вперед и только вперед, друзья мои. Я считаю, что действительно будем верить. Потому что истинная вера, считаю, может сдвинуть горы. Это действительно так. Вот, друзья мои. И вот в комментариях тоже пишите. Значит, спаси Господи. Значит, порой мне кажется, у вас есть брат-близнец. А может и не один. Ваш труд настолько титанический, не пошли в одиночку. Спасибо за все, что делаете. Это вам спасибо. Вы трудолюбцы. Вы истинные трудолюбцы, друзья мои. Вы талантливы. Вы умные. У вас все получится. Просто нужно проявить усердие и верить. И как раз еще проделать как раз работу. Труд, друзья мои. И действительно, друзья мои, я хочу сказать, что действительно я делаю вот это один. То есть, соответственно, я готовлю материал один. И презентация все делаю один. Эта презентация очень интенсивная. Но, как говорится, видите, по вере вашей да будет вам. Действительно, истинная вера, она может сдвинуть горы. Друзья мои, это действительно так. И в частности, мне помогают разные поучения. И в частности, вот недавно, не так давно попалась книга преподобного Амбросия Оптинского. Называется поучение преподобного Амбросия Оптинского супругам и родителям. Тоже очень ценные споучения. И они как раз помогают мне идти дальше. И вот тоже у каждого разный уровень, в принципе, как и в духовной жизни. И вот он тоже говорит, смотрите, есть духовный возраст, который считается не по летам, не по бородам и не по морщинам. Далее он говорит, заучить какие-то псалмы, читать их почаще, даже в помощи Вышнего 90-й. Терпя, потерпя Господа, и внят мне услышу молитву мою 39-й. И Боже в помощь мою в Анми 69-й. Но честно, я хочу сказать, что вот я сразу обратил внимание еще давным-давно именно на 90-й и 69-й псалм. 69-й он очень краткий псалм. И действительно, вот этот псалм мне очень помог. Он небольшой, очень хорошо имя тренировать памяти, что на этом псалме. 39-й он побольше все-таки. Но 90-й, как само собой разумеется. И вот в частности, друзья мои, не хочется идти назад, только вперед. Только вперед, друзья мои. И действительно, вот есть такие строчки, вот есть температура, знаете, 36,6. А вот у меня ассоциация с псалмом. Это 36-й псалм и 6-я строчка. И там есть такие фразы, что нужно уповать на Господа, то есть надеяться на помощь Божию. Вот, и написано далее. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудня. То есть все с Божьей помощью возможно. И опять же, можно заниматься ерундой, друзья мои. Ну, мне кажется, гораздо полезнее не в праздности время проводить, а именно какой-то навык, талант развивать. И как раз развивать наши добродетели. И вот тоже мне очень нравятся две строчки. Смотри, 118-й псалм. «Сего ради возлюбих заповедей твоя паче злато и топазе». Паче золота и топаза. «И благ мне закон уст твоих паче тысяч злато и серебра». И много других строк, друзья мои. Это питает нашу душу, ум и дает силы идти вперед. И, как вы говорите, работать. И, друзья мои, с Божьей помощью считаю, все возможно. Так, друзья мои, данный урок очень важен. Почему? Потому что, во-первых, мы добавили достаточно много слов. И мы добавляем из урока в урок. Супер. И действительно, друзья мои, по вашим заявкам я специально тщательно слежу за словарем, транскрипцией. Это, конечно, занимает время. Но, честно, мне это в такую радость. Потому что для меня главное – это ваш результат. Вот, понимаете? Результат не для галочки уровень такой-то и сякой-то там выписывает, а именно реальные ваши знания. Поэтому, конечно, я считаю, нельзя на этом экономить. Это как раз в первую очередь. Поэтому, конечно, транскрипция и слова, как обычно. И далее, очень важный момент. Особенность данного плависта. Смотрите, очень часто есть разные примеры именно в утвердительных предложениях. Но, как правило, у нас вопросы, именно проблемы с отрицанием. И вопросами не хватает практики на отрицание и на вопрос. И в этом плависте, опять же, по аналогии с золотым плавистом, мы решили это исправить. То есть, именно мы с вами разберем глаголы. И как раз практика именно на отрицание. Глаголы в отрицании. В настоящее время разная лексика. И также, как раз, вот это очень важно. Больше практики на отрицание на вопросы. Это реально большая проблема, друзья мои. И мы с вами приступаем как раз к этой основной части. Итак, друзья мои. Первый глагол «говорить» на каком-то языке – это глагол «speak». И также, именно как говорить там быстро, медленно, мы используем «speak». Она не говорит по-английски. Она не. She doesn't. Говорит. Speak. По-английски English. She doesn't speak English. Он не говорит на этом языке. Он не. He doesn't. Говорит. Speak. На этом языке. Видите, говорит там по-английски. Предлог мы не переводим. Здесь также speak на ненужный переводить. Получается, просто говорим «этом языке». Этом языке. Получается, speak. Этом. This. Языке. Language. It's language. He doesn't speak this language. Отлично. Если просто «говорить» в значении «обсуждать», то мы используем «talk». Talk. Опять же, здесь «л» не произносит, это долгое «о». Talk. Talk. Я не хочу говорить об этом сейчас. Я не хочу. I don't want to talk about it now. I don't want to talk about it now. I don't want to talk about it now. Мы говорили, что грамматически также возможно здесь сказать и speak. I don't want to speak about it now. Но обычно именно talk, потом мы очень тоже используем talk. Как здесь. I don't want to talk about it now. Он не хочет говорить об этой вещи. Он не хочет. He doesn't want говорить. Опять же, можно поставить «to speak». То есть, так можно сказать «to speak» об этой вещи about this thing. Грамматически это допустимо. Но часто, опять же, именно talk, поэтому мы используем talk. Получается, «to talk about this thing». He doesn't want to talk about this thing. То есть, имейте в виду. А вот именно говорить на каком-то языке, да, только speak. Только speak. Итак, получается, давайте повторим. Speak. She doesn't speak English. He doesn't speak this language. Talk. I don't want to talk about it now. He doesn't want to talk about this thing. Далее, следующий глагол «сказать что-то». Это глагол say. К примеру, «сказать это» – это say it. Или «сказать эту вещь». Say this thing. Смотрите, в чем разница. Очень важный момент. Здесь очень важная разница. Смотрите. Здесь именно talk и speak – это именно о чем-то. About. То есть, speak about. Если о чем-то. Talk about. Если говорить о чем-то. А если просто что-то, как здесь, именно say. Видите, как здесь. Say it. Он не говорит это. То есть, он не. Получается, he doesn't. Далее, говорит это. Видите, просто что. Здесь сказано что. Поэтому say – это it. He doesn't say it. He doesn't say it. Она не говорит эту вещь. Она не говорит. She doesn't. Ведь указывается, что здесь. Поэтому say – это вещь. This thing. She doesn't say this thing. Если, к примеру, мы хотим сказать – она не хочет говорить об этих вещах. Она не – she doesn't – хочет – want – говорить. О чем-то, по-моему, используем talk – to talk – об этих вещах. about – этих вещах – these things. Видите, говорить о, там об, то есть о, об – это именно, видите, получается talk – talk about. Или также, допустим, speak about. Именно о, оба. А если просто что-то, то, конечно, там просто что-то – это, конечно, say. А здесь, видите, she doesn't want to talk about these things. Это важная разница. Далее, если кому-то, то tell. К примеру, сказать тебе, tell you, ему – это будет him, ей, her. Я не хочу говорить ему эту вещь. Я не хочу. I don't want говорить ему. Видите, во-первых, want to на автомате. Далее, глагол. Видите, раз ему, значит, tell. Tell ему him. Это вещь – this thing. I don't want to tell him this thing. Я не хочу говорить ей об этом сейчас. Я не хочу. I don't want говорить ей. Опять же, ведь указано ей, поэтому – to tell her об, about, этом, it, сейчас, now. I don't want to tell her, about, it, now. Say it, say it, say this thing. He doesn't say it. She doesn't say this thing. Tell you, tell him, tell her. I don't want to tell him this thing. I don't want to tell her, about, it, now. Далее, следующий глагол – обсуждать. Обсуждать. Discuss. Discuss. Тоже сразу в голову пришел испанский, там, похоже, discutir, discutir, обсуждать. На самом деле, языки пересекаются между собой, и каждый последующий язык изучать все легче и легче. Видите, discutir, discutir. Discuss. Получается, он не хочет. He doesn't want. Обсуждать. To discuss. Это, it, с ним. С, with, ним, him. He doesn't want to discuss it with him. Далее, следующий глагол. Давайте здесь отдельно выделим глагол хотеть. Это want и тратить. Там тратить время, деньги. Это глагол spend. Не оглушаем, не spend, нет, spend. Я не хочу тратить свое время на это. Я не хочу. I don't want, I don't want, I don't want, тратить, to spend, свое время, свое, то есть мое, my, время, time, на это, на это, on it. I don't want, I don't want, I don't want, to spend, I don't want, to spend my time on it. My, время, my, time, на, on, такие вещи. такие such вещи things I don't want to spend my time on such things да видите тратить это spend spend он не хочет тратить время на это он не хочет he doesn't want тратить to spend время time видите время говорит несчисляемое то есть время как понятие несчисляемое поэтому артикль здесь не нужен просто вражение spend time на это on it he doesn't want to spend time on it he doesn't want to spend time on it итак discuss he doesn't want to discuss it with him want spend I don't want to spend my time on it I don't want to spend my time on such things he doesn't want to spend time on it давайте немножко усложним и скажем я не хочу тратить свои последние деньги на это итак я не хочу I don't want тратить to spend свои то есть мои мои последние деньги последние будет как здесь давайте посмотрим именно длительность last то есть не last а last 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 значит получается последние last деньги money на это on it I don't want to spend my last money on it он не хочет тратить свои последние деньги на это значит он he не хочет doesn't want опять же мы говорили s является только утверждение в отрицании в вопросах s нет быть не может нет здесь s he doesn't want далее тратить to spend свои то есть его his последние last деньги money на это on it he doesn't want to spend his last money on it она не хочет ждать это итак ждать будет wait wait ждать кого-то чего-то wait for wait for она не хочет she doesn't want ждать to wait это for it she doesn't want to wait for it she doesn't want to wait for it я не хочу ждать этого ответа я не хочу I don't want ждать to wait на автомате to wait for этого ответа этого this ответа answer опять же видите американский вариант это answer 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 британский answer answer I don't want to wait for this answer I don't want to spend my last money on it he doesn't want to spend his last money on it she doesn't want to wait for it I don't want to wait for this answer следующий глагол читать read помнишь это долго i и read он не читает книги он не he doesn't читает read книги books he doesn't read books видите если множественное число то артикль не нужен там читать книги здесь артикль не нужен потому что множественное число he doesn't read books я не читаю такие книги я не i don't читаю read такие книги такие мы говорили такие что-то если существительное то это such such книги books such видите похоже such much such much видите как ч ч ч ч ч это комбинация как ч ч such much похоже да видите очень много схожего также видите вот есть правило что если заканчивается на как раз согласный звук вот как здесь то эта буква считается как краткая а как краткая а то есть не such не much нет а краткая как а such much such much such much отлично получается i don't read such books я не читаю эти газеты и журналы я не читаю i don't read эти газеты эти these газеты это нужно еще правильно прочесть давайте прочтем газеты и журналы и так газета будет смотрите newspaper это как the newspaper newspaper а журнал то есть это не магазин магазин это shop а это магазин 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 это журнал магазин магазин видите основное ударение на второй слог магазин то есть видите магазин получается газеты newspapers newspapers и and журналы magazines i don't read these newspapers and magazines отлично он не читает эти газеты журналы он не he он не he doesn't читает read these newspapers and журналы magazines he doesn't read these newspapers and magazines далее следующий значит глагол думать это think think скажем я не думаю об этом серьезно я не i don't думаю think об этом about it и серьезно будет вот серьезный будет serious а серьезный seriously 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 серьезно seriously seriously about it seriously seriously i don't think about it seriously итак read he doesn't read books i don't read such books также смотрите когда слушаете следите за долгото потому что видите book это тоже кратко book book such это краткое а это краткое у such books i don't read such books i don't read these newspapers and magazines he doesn't read these newspapers and magazines think i don't think about it seriously он не думает об этом предложении серьезно он не he doesn't думает think об about этом предложение этом this предложение смотрите предложение в тексте это sentence sentence а когда нам что-то предлагают это другое предложение на английском звучит offer 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 так вот offer 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 это предложение когда нам что-то предлагает и в этом контексте нам нужно именно вот это то есть об этом предложении то есть когда что-то нам предлагают about this offer серьезное seriously he doesn't think about this offer seriously я не думаю об этом слишком много я не думаю I я не думаю I don't think об этом about it слишком много too much I don't think about it too much I don't think about it too much далее учиться заниматься study мы не учимся в одной группе мы не учимся study в одной группе в одной in one группе group we don't study in one group я не учусь в одной группе с ним я не учусь I don't I don't в одной группе в in одной one группе group с ним with him I don't study in one group with him I don't study in one group with him я не учусь в одной группе с ним или к примеру я не учусь с ним в одной группе I don't study with him in one group если дословно так а дословно если вот так то получается дословно перевод именно так я не учусь в одной группе с ним I don't study in one group with him итак sentence offer he doesn't think about this offer seriously I don't think about it too much study we don't study in one group I don't study in one group with him или к примеру я не учусь с ним в одной группе по-русски мы часто именно так говорим я не учусь с ним в одной группе пожалуйста как мы и сказали I don't study with him in one group сейчас я не учусь я не учусь с ним в одной группе здесь же видите дословный перевод такой I don't study with him in one group главное вы знаете слова а конструкцию вы уже сами составляете на что вы хотите сделать именно акцент следующий глагол делать ну даже есть устойчивое выражение к примеру заниматься бизнесом эта фраза do business do business он не занимается бизнесом он не he doesn't занимается он не делает he doesn't do опять же видите какие s в отрицании и вопросах не нужны he doesn't do business he doesn't do business я не делаю это каждый день я не I don't делаю значит помолчание такого делать это do I don't do это it каждый день every day I don't do it every day далее следующий глагол это видеть видеть будет see я не вижу какой-либо разницы я не вижу I don't see какой-либо это any говорили что any управляются именно в отрицаниях и вопросах а вот разница будет difference будет different это различный differ и это отличаться от difference разница difference difference между будет between between смотрите не between а between between разница между difference between difference between получается I don't see any если просто разница это давайте чтобы было более заметно any difference any difference I don't see any difference I don't see any difference это такая полезная фраза I don't see any difference я не вижу какой-либо разницы I don't see any difference do do business he doesn't do business I don't do it every day see далее некоторые примеры see я не вижу какой-либо разницы между этими двумя вещами так я не вижу получается I don't see какой-либо any разницы difference между between как и between этими это будет these these двумя то вещами things I don't see any difference between these two things если сказать между двумя этими вещами по-английски так же то есть именно these в начале а потом уже сколько там two видите здесь двумя этими то есть по-русски между двумя этими этими двумя по-английски только так I don't see any difference between these two things пример я не вижу какой-либо разницы между этими двумя словами пожалуйста как это будет I don't see any difference between этими these двумя то словами будет words words I don't see any difference between these two words он не видит какой-либо разницы он не видит he doesn't see какой-либо any разницы difference he doesn't see any difference he doesn't see any difference следующий глагол нравится нравится like и помимо что like используется именно личное местоимение мне не нравится эта шутка мне не нравится I don't like это this а шутка будет внимание здесь именно как joke 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 получается I don't like this joke I don't like this joke I don't like this joke joke мне не нравится та шутка мне не нравится I don't like та шутка та that шутка joke I don't like that joke ему не нравится эта шутка ему не нравится но мы используем и на личное местоимение то есть он he не нравится doesn't like это шутка this joke he doesn't like this joke далее глагол волноваться беспокоиться это worry worry также предношение worry и worry и worry и так и так возможно давайте посмотрим на транскрипцию да и специально я также добавил здесь видите американскую транскрипцию то есть опять же часто спрашивают как правильно там worry или worry worry или worry опять же так и так правильно смотрите worry это британский вариант worry 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 американский worry worry вообще это звук то есть в принципе как вы знаете к примеру птица это bird bird девушка девочка girl girl worry 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 или worry и так и так видите верно мы по умолчанию используем британский вариант имейте ввиду worry worry опять же тоже не варий да не варий а worry worry в краткое а worry worry получается worry я не волнуюсь об этом я не I don't волнуюсь worry об этом about it I don't worry about it я не хочу об этом беспокоиться об этом беспокоиться я не хочу I don't want об этом беспокоиться но мы говорили вначале want to и глагол потом беспокоиться want to worry worry об этом about it I don't want to worry about it I don't want to worry about it и так I don't like that joke he doesn't like this joke worry I don't worry about it I don't want to worry about it отлично он не беспокоиться об этом он не he doesn't беспокоиться worry об этом about it he doesn't worry about it я не волнуюсь или я не беспокоюсь это I don't worry I don't worry I don't worry слышать да слушать это listen а слышать это hear hear я не слышу тебя я не I don't слышу hear тебя you I don't hear you I don't hear you я не слышу этот звук я не слышу I don't hear этот звук этот this звук и звук будет sound 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 переводится как звук и звучать sound sound получается I don't hear the sound I don't hear the sound he doesn't worry about it I don't worry here I don't hear you I don't hear the sound следующий глагол идти ехать это глагол go go я не хочу туда идти я не хочу I don't want туда идти но по-английски правило want to глагол вначале то есть want to идти go и потом туда there I don't want to go there I don't want to go there следующий глагол делать например ошибки это глагол make и даже помните выражение там делать счастливым там делать кого-то и прилагательно именно make давайте пока вот этот пример он не делает такие ошибки он не he doesn't делает такие ошибки раз ошибки значит make такие и все такие и существительные это such such ошибки mistakes he doesn't make such mistakes he doesn't make such mistakes это не делает меня счастливым это не it doesn't делает этим мы говорили делает кого-то то есть прилагательное это именно make make меня me счастливым happy it doesn't make me happy it doesn't make me happy и это не делает людей по-настоящему счастливыми или действительно счастливыми это не делает счастливыми 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 it doesn't make people really happy it doesn't make people really happy go i don't want to go there make he doesn't make such mistakes it doesn't make me happy it doesn't make people really happy друзья мои отлично это была супер тренировка пишите как у вас дела мы продолжаем данный очень важный плейлист да действительно друзья мои кстати плейлист будет playlist то есть мы продолжаем we continue этот this очень важный very important плейлист плейлист we continue this very important плейлист друзья мои до скорой встречи